Друзья, сегодня замечательный день, и солнышко светит, ветерочек такой хороший, ночью дождичек шел, такой слегка, немножко пыль притрусил. И я, друзья, сегодня забрала компьютер. В общем, радости нет предела. Я, ну, мастер сделал, только сказал, что мы его запустили. Дело в том, что долго он был без зарядки стоял. Первый раз, когда я носила мастерскую, он сразу как потух, я отнесла, и они сразу быстренько сделали. А этот раз мы собирались в больницу ехать, и как раз-то было воскресенье. Я ему принесла, это, нет, суббота, суббота, по-моему, была, да. Он говорит, ну, воскресенье я не смогу, или даже воскресенье было, мы в понедельник ехали, не помню, что. Я не смогла ему сдать, чтобы, допустим, на следующее утро забрать. И решили, когда приедем из больницы, тогда отдадим. А он говорит, что вот как раз прошло много времени, сколько нас, 20 дней больше не было. Говорит, нельзя без зарядки долго компьютер держать. И он там запускал, какие-то токи подавал мелкими порциями, говорит, потому что резко большое напряжение нельзя сдавать, может батареи вздуться. Ну, в общем, вот это неделю и пару дней, по-моему, вот это он все с ним занимался. Ну, за работу он взял 300 рублей, как и в той мастерской, в принципе. Вот, ну, и сказал, что нельзя, да, разряжать. Говорит, ну, надеюсь, что будет держать, но вот теперь будем следить, что надо, если куда-то даже едем, надо с собой брать, чтобы постоянно подзаряжать его. Вот, ну, и зашла в магазин, там кое-что купила из продуктов, такого сладенького, денег на вечер. Это, в общем, хочу еще зайти в водоток, это для ванны купить, а, купила для стекол, чтобы эти, то вся израсходовалась. А я, когда пыль вытираю вот со стола, ну, где телевизор, я вот этим средством, что для стекол всегда вытираю, но как-то тогда меньше пыль садится. А в водоток зайти в хозяйственный для ванны, вот это, ободочек купить, чтобы вода. У меня там силиконом замазала, но там чуть-чуть она что-то почернела, это нужно будет хорошо все это очистить. Там, где темные полоски от сырости надо будет почистить и вот это новенькое сделать. Ну, посмотрю, есть там или нет. Нужно будет потихонечку заниматься тоже небольшим косметическим ремонтом, где какие-нибудь палатки. Это доводить до дела, подделывать. Друзья, я уже дома, баксик уже в пакетике, да, на распаковочке. В общем, покажу, что я купила. Так, это сметана 25-процентная, вот это я, 3 огурчика тепличные, получились на 101 рубль. Так, здесь булочка с клубникой, 45 рублей. Вот такая. Вот это изитутчики, 170 изитут в шоколаде. Вот такие мне рулетики, не помню, 99 рублей или 100 рублей. И персочек со сгущенным молоком. Так, бананчики, это в другом магазине здесь, без чека. Вот не помню, почему такие зеленоватые. Так, еще я взяла вот это для стёхол. Вот такую. И соль для ванн. Я, для снижения веса. В общем, я всегда, когда купаюсь, добавляю пену и соль для ванн. Так, это шоколад каленка, молочный, не могу ли, пористый. Так, это тоже вот соль. Не помню, сколько вот это стоит. А вот это по 500 грамм, здесь у меня. Сейчас сколько посмотрю здесь. Так, это... А, 530. Вот это вот точно, по 600 рублей, вот такие три штучки. Это с пеной написано запахом наванду. Три штучки взяла. И вот это вот, здесь вот, на ванне. Вот она, она, где перегиб. Здесь ванна у меня ровненько никаких за этих нет, поэтому тоненько такая вполне подойдет. Вот, ну, если останется, может, тут что-то и около раковины сделаю. А что почистить, я хотела сейчас вам покажу. Вот, зацаравчину, вот видите, здесь, как, для типа плесени. И вот здесь вот это надо почистить, вверху-то вот. Тут все надо вот, позачистить. И я хочу шпаклевочкой беленькой все сделать. Вот. Тут у меня оно засиликонено, но, не знаю, здесь, может, и не буду убирать. А вон там, где черные эти, там нужно будет убрать. И будет все красиво смотреться. Да, Ваксик? Так, ну, все, сейчас я это разберу, бананы помою, все разложу. И все, и будем с Димой заниматься с компьютером, смотреть, что он там, как работает. Да, вот это, друзья, товарищи. Помыла я ему уже руки. И ту, которая за головой, и эту. И сняла. Сейчас. Тут уже у него, если вам его видно. В общем, все, уже все вавки отскочили. Все нормально. Вот тоже помыла. Нам реабилитолог Луганский говорил, что можно потихонечку это, начинать разрабатывать. Ну, слегка-слегка, начиная с пучечек. И так, чуть-чуть, хотя бы, знаете, как мелкий массажик. Ну, и пробовать это внутрь и обратно разъебать. Ну, я уже разделала. Вот сейчас попробую еще раз. Баксик, будешь с нами заниматься? Я. Иди. Иди. Гипс положила на окошко, чтобы просох. То все равно рука бывает потеет, там и ватку надо будет поменять. Я Диме мазь это тоже прикладывала. Пусть выжарится на солнышке. Ну, а мы пока позанимаемся. Пусть выжарится на солнышке. 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 Пусть выжараится на солнышке. давай тяни она положи руку расслаб положено на кровать чтобы она лежала лежит чтоб пальцы раскрывать положи а надо чтоб расслабленная была рука как он не надо вот это напрягать пока положи расслабь расслабил все а теперь давай разжимай пальцы видишь по чуть-чуть и сам делаешь еще так давай тут не держать он давай а большой так все я большой пальчик это смазью еще делаю тут немножечко красненькая дима как делает держит стилус и натирает поэтому приходится отдельно пальчик заматывать и 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 вот это указатель к святому Алексею мы идем к человеку Божию это церковь, там по дороге будет святой Сабины и святой Анзельму так что сейчас пойдем догребли наверх идем дальше какое небо красивое какое небо красивучее святая Сабина моли Бога о нас внутреннее убранство храма святой Сабины пятого века там она не будет святому Алексею человеку Божию святого Алексея моли Господа Бога она святой Алексей человек Божий это фрагмент лестницы под которой жил Алексей человек Божий вот так ее здесь хоронят в обрамлении таком замечательном красивом вот сделали вот она лестница фрагмент вот Алексей человек Божий помолись о нас грешных вот она эта церковь до нее мы наконец-то дошли здесь здесь хранятся мощи святого Ванифати ученика и Алексей человек Божий здесь вот здесь депутат теперь я это внутренний двор капеллы святого Ванифати Алексея, Человека Божия. Вот так чудесно выглядит. Прилетают вот к этому чудесному такому мини-фонтанчику и пьют оттуда водичку. Смотрите, народу прибавляется и прибавляется, да? Мы вовремя пришли. Вот желающие попасть в Санта-Мария Маджори прибавляется. Больше и больше людей. Там их проверяют металлоискательные металлоискательные пропускают. Пойдем гулять. Детей оставили, пошли. Сейчас на прогулку сходим. Они у нас уже все, мы их ушатали полностью, бедных детей. Вот. Идем сейчас по нашим злачным местам. Итальянским. Вот так вот здесь тоже люди проживают. Есть такие помойки знатные вообще прямо рядом с этими скажи, с чем с Колизеем. Мы шли когда на днях как раз по дороге в Колизей и там вообще мама не горюй. Базилика Святого Климента. Шли мимо просто случайно увидели люди и тут и мы зашли. Очень красиво. Снова по-моему, вазилики И внизу археологический какой-то музей. Идём смотреть. Европа выглядит по-разному. И очень часто вот так. Это мы в Риме. Идём по дороге к Колизею. И это как бы, в общем-то, исторические места, развалины. И здесь вот такое бывает, случается. Поэтому понимай, что Европа не вся выглядит прекрасно. Красота. Страшная сила. А это вот храм Санта-Марии Мадзоро. Вот она галерея Барберини. В прошлом году мы были в галерее Баргезе. А сегодня добрели до Барберини. Посмотрим, что здесь. Красиво, как сделано это. Ну, конечно, это не Бернини, но всё равно красиво. Это, получается, Антонио Городини какой-то 18 века. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот это недалеко от культурных местей Вот такая вот Италия Разная Где-то Пикубелло, а где-то и не очень